Он включен? Включен. Приветствую, меня зовут Алексей Перевозов. Я в компании Bittrex занимаюсь разработкой телефонии. Сегодня я бы хотел рассказать о новинках нашего продукта. Для всех вопросов, возникающих по ходу доклада, вы можете использовать приложение Bittrex.conf. Давайте начнем с возможностей интеграции телефонии и вашей АТС. Исторически сложилось, что первым в продукте у нас появилась возможность аренды номеров. Как выяснилось, очень быстро многим клиентам не устраивало, но необходимость аренды стороннего номера. У них уже были куплены какие-то номера. После этого у нас появился SIP-коннектор, при помощи которого можно было подключить свою АТС к нашей телефонии через обычный SIP-транг. Но и этого подошло не всем. Многие клиенты не хотят переводить телефонию на наш продукт. Их устраивает, когда телефония работает на их сервере. Их устраивает, чтобы звонки оставались у них, чтобы они не проходили через наши сервера. Это могут быть соображения безопасности. Какие-то сложные настройки очередей, которые уже есть у клиента, и которые невозможно воспроизвести на нашем продукте. И в конце концов у SIP-коннектора есть лимит на 5 SIP-регистрации, которого точно так же хватает не всем клиентам. И чтобы решить эту проблему, мы разработали новое API. Это REST API для интеграции с АТС. При таком подходе звонок остается на АТС и выполняется исключительно между АТС клиента и телефонным аппаратом сотрудника. При этом для учета звонков в сервер АТС должна передавать какие-то метаданные, длительность разговора и прочие, запись разговора, которые будут подкладываться к карточке клиента. Вот. И запись разговора, да. При этом сохраняется вся возможность взаимодействия телефонии с нашей CRM. Это поиск клиентов по базе CRM. Создание новых лидов в случае, если клиент не найден. Создание дел, запуск бизнес-процесса на создание нового лида. Карточка звонка точно такая же, как и при разговоре через нашу телефонию. Оттач записи разговора к делу. Назначение ответственным за дело и за созданный лид того, кто разговаривал последним. Ну, автоматическое завершение дела в случае, если звонок был успешен. Давайте подробнее рассмотрим, как это делается. Добавлены четыре метода в REST API телефонии. Register, Finish, Show и Hide. Register служит для создания звонка. Его надо вызывать первым, как только звонок начался. Принимает параметры ID пользователя, который разговаривает. Номер телефона. Тип звонка, входящий или сходящий. Дата начала звонка. Флажок необходимости создания обвязки в CRM, то есть дело и лида, если не найден клиент в CRM. Тип и ID сущности CRM, которые, если вам заранее известно, что с этим звонком связано, вы можете передать, тогда поиск не выполняется, будет связано именно с этой сущностью. И флажок Show, который указывает на необходимость сразу всплытия карточки без дополнительного вызова метода Show. Этот метод возвращает ID созданного звонка, ID созданного лида, если он был создан, ID созданного дела и ID и тип связанной сущности CRM. При завершении звонка точно так же вызывается метод finish, которому передается ID, полученный ранее, ID пользователя, с которым разговор совершился реально. Длительность звонка — это обязательный параметр. В случае, если длительность указана нулевая, звонок будет считаться неуспешным. В этом случае необходимо указать SIP-код завершения звонка и причину неуспешного завершения звонка. Можно указать стоимость звонка и валюту стоимости, тогда эта стоимость будет учтена в статистике разговоров. Также желательно передать URL записи звонка в формате mp3. Запись будет скачана, сохранена на сервере клиента и подложена к делу. Оценка звонка, если ATS такое поддерживает, и флаг необходимости добавления сообщения в чат, связанный со звонком. Хотелось бы отметить еще о запуске бизнес-процесса создания лида. В случае, если в настройках телефонии указана необходимость запуска бизнес-процесса создания лида в начале звонка, то бизнес-процесс будет запущен при вызове метода register, а если в конце звонка, то при вызове метода finish. Два метода для скрытия и отображения карточки show и hide. Их можно использовать при перенаправлении звонка от одного сотрудника к другому. Принимают ID звонка и ID пользователя, которому скрыть и показать карточку. Дублирован слайд. И в исходящих вызовах. Чтобы ваше приложение могло совершить исходящий вызов в момент, когда пользователь в CRM нажимает на кнопку позвонить клиенту, ваше предложение должно подписаться. на событие on external call start. И после этого приложение появится в списке линий, через которые можно совершать звонок. Администратор портала должен выбрать это приложение как номер по умолчанию. Можно выбрать как для всей телефонии, но для всего портала номером по умолчанию. И можно выбрать для какого-то конкретного сотрудника. При совершении вызова в таком случае вместо демонстрации нашего интерфейса будет вызвано событие для вашего приложения. Ему будут переданы параметры, необходимые для того, чтобы вызов успешно совершить. ID пользователя, номер телефона и ID тип, связанный с сущностью CRM. Как мы видим, в общем-то сценарии вызова этих методов. При входящем вызове вызывается регистр в начале звонка, при перенаправлении звонка вызывается шоу и хайд, и при завершении звонка и подкладывании записи разговора – финиш. И в исходящем вызове все то же самое, но изначально должен отработать обработчик события external call start. В общем-то после этого точно так же надо вызывать регистры шоу, так как в этом случае наш интерфейс и карточка звонка автоматически рисоваться не будут. Есть уже ряд готовых решений для интеграции с многими популярными АТС. И Megafon, и Manga, и Zadarma. В общем-то практически все онлайн АТС, практически для всех популярных онлайн АТС решения есть. Но в случае, если чего-то не хватает, то при помощи этих методов достаточно легко можно разработать интеграцию с какой-то коробочной АТС. На этом все. Хотелось бы перейти к новой карточке звонка. Карточка звонка была перерисована в новом релизе. В ней появилось гораздо больше места для размещения дополнительных данных. Карточка больше не связана с чатом. Карточка существует отдельно. И в ней появились возможности совершения обзвона по списку, возможность заполнения CRM-форм, связанных со звонком при необходимости, и встраивание рест-приложений. Приложения встраиваются в область справа. В общем-то это новый механизм у нас. Приложений может быть достаточно много. В этом случае будет нарисовано столько табов, сколько у нас приложений. Мы видим достаточно широкие применения этой технологии. Это могут быть какие-то скрипты звонков, какие-то взаимодействия с внешними системами, взаимодействия с нашей CRM. Все то, чего не хватает в нашей стандартной карточке, может быть реализовано стандартным приложением. И немного подробностей о механизме встраивания. У нас появились плейсменты. Для того, чтобы приложение показывалось в карточке звонка, оно должно зарегистрировать плейсмент call card. В этом случае при отображении интерфейса звонка будут нарисованы закладки для всех приложений, которые зарегистрировались для этого плейсмента. При открытии таба с приложением приложение будет инициализировано. Ему будут переданы необходимые данные для работы, такие как ID пользователя, ID звонка, номер телефона, тип входящий и исходящий, ID и тип, связанный с CRM-сущностью, статус звонка. Кроме того, есть возможность обмена событиями между основной карточкой звонка и данными приложения. Приложение может подписаться на события нажатия кнопок в карточке и как-то на это реагировать. Также в карточке звонка у нас появилась возможность совершения обзвона по списку. Обзвон идет от CRM. Сначала менеджер должен выбрать какие-то данные в CRM. Хотелось бы показать видео. Менеджер должен выбрать в каком-то гриде данные, контакты CRM, например, по которым необходимо создать обзвон. Это уже есть, но еще не выпущено, к сожалению. Убирает, заполняет данные дела, названия дела, какие-то пояснения для менеджера, просматривает последний раз, что там отобралось, назначает дело менеджеру. Менеджеру приходят уведомления о том, что ему поступило дело. Он открывает это дело, опять же просматривает, что там ему пришло и запускает интерфейс. В общем-то в интерфейсе можно переупорядочивать список, можно менять статусы. В общем-то обзвон может выполняться и вручную, не обязательно при помощи нашей телефонии, так как все статусы проставляются вручную. Карточка обзвона может быть свернута в момент неактивности, но только в момент неактивности. Также при выполнении звонков можно заполнить какую-то связанную CRM-форму с звонком. Форма заполняется отдельно для каждого клиента, которому выполнялся обзвон, и результаты заполнения привязываются к этому клиенту. При переходе от клиента к клиенту форма будет денициализирована, но и также приложение работает точно так же, как для звонков. В момент перехода на таб приложения приложение будет запущено, в момент перехода к следующему клиенту приложение будет выгружено. Прежде чем перейти к голосовому меню, хотелось бы остановиться еще на небольшом, но важном нововведении в интерфейсе настройки нашей телефонии. У нас появились группы пользователей. Группа пользователей — это, по сути, старые настройки очередей, отделенные от настроек номера. Это позволяет более гибко настраивать телефонию, позволяет организовать возможность перевода звонка из группы в группу, позволяет использовать настройки одних и тех же групп многократно, привязывать их к разным номерам. В целом, кажется, это гибче и удобнее, чем, как раньше, настраивать одну и ту же очередь разным группам. Настройки, в общем-то, скопированы старые. Это те же самые типы распределения равномерно, строго и всем одновременно. Для сохранения обратной совместимости имеющиеся настройки очередей скопированы в новые группы с названием. Группа по умолчанию для какого-то номера. Также создана группа по умолчанию, которая будет назначаться при подключении нового номера к порталу. И для удобства настройки новая группа может создаваться прямо из настроек номера. Так, о группах все и голосовое меню. У нас в продукте появилось голосовое меню. Это новая возможность для обработки входящего вызова. Голосовое меню запускается, как мы считаем, вместо приветствия. Уже выпущено? Я здесь. Выпущено уже? Уже почти. Уже вот-вот. Позволяет более гибко маршрутизировать входящий вызов. Теперь клиент может сам определять, с каким отделом его соединить. Какая-то рекламная информация или информация для клиентов может быть проиграна роботом или прочитана из заранее записанного сообщения. В общем-то, нам кажется, это приводит к уменьшению нагрузки на операторов, к тому, что они будут меньше времени тратить на переключение звонка между сотрудниками и, как следствие, к уменьшению времени на разговоры с клиентом и увеличению его довольства. Для демонстрации примера настроек я создал голосовое меню для какого-то воображаемого банка. У банка есть операционный отдел, кредитный отдел и отдельные отделы для физлиц и юрлиц. При настраивании меню необходимо указать название меню, оно будет использоваться при отображении в списке всех меню и при подключении, при выборе меню в настройках номера. Источником меню, это сообщение, которое читается клиенту в момент, когда он попал на этот уровень меню, может служить текст и аудиофайл. Аудиофайл заранее записанный MP3. Текст начитывается роботом, само собой. У нас есть варианты произношения для всех популярных мировых языков. Для кастомизации можно выбирать мужской и женский голос, темп произношения и громкость произношения. После этого необходимо настроить действия по тайм-ауту и действия по нажатию кнопки. И сам тайм-аут, по которому вызывается действие по тайм-ауту. Действия по нажатию кнопки могут включать также вложенные меню, вложенные меню могут включать вложенные меню и так далее до бесконечности. В общем-то древовидную структуру можно построить очень сильную, но, наверное, тут не стоит увлекаться. Клиенты не любят, когда их долго гоняют по этим меню. И также нам кажется, хорошей идеей по умолчанию создается действие ноль. Это выход из AVR, не все хотят разговаривать с меню. Кому-то хочется быстрее поговорить с оператором, тогда они могут нажать нолик. Мы рекомендуем не убирать это действие, созданное по умолчанию. И о возможных действиях по нажатию кнопки и по тайм-ауту. По нажатию кнопки звонок может быть направлен на какую-то группу либо сотрудника. В этом случае необходимо, естественно, выбрать группу сотрудника, на которого будет направлен звонок, то есть маршрутизация вызова. Звонок может быть перенаправлен на внешний номер, на какой-то мобильник или на любой другой. Можно вызвать, инициировать ввод добавочного. Звонок может быть соединен с сотрудником по его добавочному номеру, если клиенты его знают. Есть действие ввода голосового сообщения. Голосовое сообщение будет принято для сотрудника, который указан в настройках этого действия. И действие чтения информационного сообщения, то есть какая-то информация для клиентов, там, не знаю, курсы валют, там, расписание работы, все, что может быть им полезно, что они часто и так спрашивают. И два действия навигации по меню. Это повтор текущего пункта меню и выход из меню совсем. По тайм-ауту у нас есть только действие навигации по меню. Если клиент ничего не нажимает, то ему будет либо прочитано текущий пункт меню еще раз, либо совершится выход из меню. Выход из меню — это, в общем-то, продолжение маршетизации вызова в соответствии с настройками номера. Если в настройках указана необходимость соединения с соответственным по CRM, то звонок пойдет на ответственном по CRM. Если тот не может ответить, то затем на группу, указанную в настройках, затем на группу, указанную в настройках группы и так далее. Все как вы настроите. Сейчас, секундочку. Давайте я к вам подойду. Хотел задать вопрос, но скорее предложение. Пункт 3, наверное, выше пункта 2 надо возможность дать, перевести. Мы над этим очень много думали. Пока решили оставить так. Возможно, добавится возможность их переупорядочить в соответствии с тем, как разные клиенты считают необходимым. Так, ну и хотелось бы подвести… Сейчас, секундочку. Сейчас Алексей закончит и придем к вопросам. Хотелось бы подвести итог. Телефония Bittrex постоянно развивается. К старым инструментам, которым уже пользуются тысячи клиентов, аренди номеров, SIP-коннектору, интеграции с CRM. Обратному звонку добавляются новые полезные возможности. Это интеграция с любыми ATS через REST API, встраивание приложений в карточку звонка, обзвон по спискам и голосовое меню. К сожалению, выпустить это еще не получилось, но ожидаем, что к 13-20 февраля все будет окончательно оттестировано и выпущено. Спасибо, Алексей. Тебе вопросы сразу же. Спасибо за внимание. Не останавливаюсь. Не уходи никуда. Я остаюсь от оценки качества звонка. После разговора оценить качество для того, чтобы потом все это можно было проанализировать. Это реализовано? В форму звонка добавлена иконка, 5 звездочек стандартные. То есть качество вы имеете в виду именно качество связи. Качество разговора с оператором? Да, разговор с оператором. У нас есть функционал, он был и раньше. Вы можете в настройках указать необходимость оценки оператора. И в таком случае при окончании разговора ему, ну, клиенту будет прочитано сообщение с предложением оценить разговор. И от 1 до 5 на клавиатуре телефона он может его оценить. Еще вопрос тебе из приложения. Будет ли возможность настроить набор информации либо действия на всплывающей карточке звонка? Нет, мы предполагаем, что это все должно быть реализовано при помощи встраивания приложений REST. Окей. И вот сейчас… Ага, давайте. Сейчас вопросик из зала. Буквально два вопроса и будем двигаться дальше. Для всех, кто не успел дождаться всех этих штук и пользуется своей АТС, там была история про интеграцию, спрошу вот того, чего не хватает. Сам софтфон отдавать будете? Сам софтфон, мы над этим думаем, возможно. Это достаточно сложная история, интегрировать софтфон с любой АТС, но возможно, да. У меня два вопроса. Первое. Требуется ли SIP-коннектор для того, чтобы REST работал? Нет. То есть это бесплатный будет REST или за деньги? REST бесплатный, да. REST бесплатный. Второй вопрос. По интеграции с Триском, поскольку это самая такая популярная система, будут ли стандартные решения? Мы ожидаем, что кто-то из партнеров его реализует. Сами мы реализовывать его не будем, пока его нет, но… Раскарируйте, есть. А, уже есть. Бесплатно. Это квоз, как он уже подойти, узнать, в чем дело. Почему он не мадреживает? Да. Еще вообще не у меня устаревшие данные. Хорошо. Иду. Иду, Олег, иду. Олег, компания Трионикс. Вопрос такой вот, есть в настройках входящего звонка стратегии равномерное распределение. И там сейчас распределяется так, что кто дольше всех не разговаривал, на него сначала идет. У клиентов такой запрос, реально у них много очень звонков и колл-центр большой, чтобы на нескольких давно не говоривших шел звонок. То есть очередь частично одновременно всем. Да, 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 потому что очередь для них это критично. Интересное предложение. Потому что иначе равномерное распределение не получается. Да, мы обсудим с коллегами сейчас, не готов сказать. И все-таки еще вот про SIP-коннектор 5, да, ограничения. У многих уже настроено, и писать второе стратегии можно хотя бы за деньги хотят. Они говорят, скажите, как нам 6, 7 добавить, 6, 7 аккаунт, SIP-аккаунт. Обращаю внимание, что это ограничение на 5 SIP-регистрации. То есть у нас есть… Это я знаю, но они для аналитики нужны, для входящих. Люди, вот манго, номеров, куча они есть. Нет, входящие можно принять и без SIP-регистрации. То есть вы можете создать SIP-коннектор типа офисный ATS, и он работает без ограничения на 5 SIP-коннекторов. Именно по SIP. Нет, ну SIP, ATS, я имею в виду. Манго, закрома. Да, я понимаю вас. Ну, нет плана к плану. Это не мое решение, да. План… Мы обсуждаем это, но… На митинг-поинте еще обсудите, хорошо. Уговорите его. Еще вопрос. Здравствуйте. Такой вопрос. Насчет подключения нескольких номеров телефонов. Бывает необходимо переводить при звонке на определенный номер сразу на менеджера ответственного? Данный функционал планируется? То есть без указания добавочного номера? Вы можете сделать группу из одного человека? Я, возможно, не совсем понимаю вопрос. Ну, то есть есть риелторская компания, которая занимается, развешивает целую кучу номеров. У них их целая база. Им необходимо, чтобы при звонке сразу на ответственного риелтора попадало… Ну, на определенный номер вы звоните, попадаете сразу на ответственного сотрудника. Я понимаю. Ну, мне кажется, группа из одного сотрудника хорошо отвечает. И второй вопрос. Мы с Дальнего Востока. У нас вот возникает проблема с пингами. То есть у нас порой люди не дозваниваются. То есть идет входящее меню, оно проигрывается, и все. И после этого происходит сброс. То есть от вас в CorePortown не приходит звонок. Проблемы с качеством связи у всех свои. То есть с Дальнего Востока у нас есть и успешно работающие клиенты. Пинг здесь не важен, но не настолько важен, как стабильность пинга. Если пинг высокий, но стабильный, качество связи должно быть хорошим. То есть сетевые проблемы у всех разные, но возможно у нас на Дальнем Востоке, ну где-то за Уралом появится еще один сервер для как бы облегчения этой ситуации. Так, еще вопросик. Скажите, а не планируется делать подменный колл-трекинг, динамический колл-трекинг? Не совсем понял, что это… Ну, система подмены номеров для показа на определенных рекламных площадках. Давайте вы ко мне подойдете, мы обсудим. Хорошо. Не совсем понимаю, зачем это может быть нужно. Я предлагаю закончить. Алексей, большое тебе спасибо. Спасибо.